Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики обзора модов. Сегодня, ребят, мы с вами посмотрим на крайне необычный мод для игры Евротрак Симулятор 2. Это, ребята, анимированные пассажиры. И сразу хочу сказать, что пока что данная модификация работает только на тягачах скане. Работает она, соответственно, на старой R-ке, на старом стримлайне, на новой R-ке и на новой S-ке. На всех кабинах это все работает, на всех шасси это все работает, но пока вот, к сожалению, только на скане. Как пишет сам автор в описании к своему моду, он посмотрит, как, в общем-то, в принципе, все это будет работать и постепенно-постепенно будет это все дело переносить, адаптировать под другие дефолтные тягачи, ну и также под другие моды. Так что, ребятушки, если вдруг нам, как сообщество, этот мод зайдет и автор увидит обратный отклик, обратную хорошую связь, то обязательно он адаптирует этот мод под все грузовики. Итак, ну давайте посмотрим, что это такое. Для этого нам с вами нужно, естественно, подключить мод. Я уже сюда для пробы посадил одного пассажира. И, кстати, давайте, наверное, я вам сразу скажу, что вот так вот, в принципе, это и выглядит в игре, да. То есть он так постоянно будет шевелиться, у него будут какие-то заданные анимации. Точно то же самое происходит и в салоне, видя от первого лица. И все. То есть больше он никак не реагирует там на торможение, на ускорение, на резкие повороты и так далее. То есть он никуда не упадет, ничего с ним не случится. При аварии он через лобовое стекло не вылетит. То есть, ну вот просто он сидит на месте приколоченной и следует своему заданному алгоритму анимации. Итак, переходим в салон. Давайте представим то, что здесь у нас его нет. То есть вот здесь снизу у нас появилась новая точка. Мы на нее нажимаем, появляется дополнительная красная точка. Ну и, собственно говоря, давайте будем посмотреть, кого мы можем сюда подсадить. Всего у нас... Ой, как много людей-то тут. Ну ладно. Ладно. Итак, первый вариант. Точнее даже вот такой вот у нас первый вариант. Модельки, конечно, такое себе. То есть видно, что пол лица то ли белая, то ли черная. В общем, непонятно, что это такое. Страшные, страшные, действительно страшные какие-то модельки. Как я понимаю, они были взяты непосредственно из игры, да. Где-то они, может быть, были статичные, где-то были динамичные на каких-то базах разгрузках стояли. И их просто посадили сюда. Да, ну ладно, будем иметь в виду. Второй тип анимации, и вообще, в принципе, второй тип людей у нас вот такой. Он как бы такой полусгорбленный будет чуть-чуть сидеть вот так вот вперед. Постоянно наклоняться. Мы, кстати, такую анимацию могли видеть где-то на разгрузках, где он сидит. Там на пандусе на каком-нибудь. И вот так вот тоже мечтает и смотрит на часы и чего-то выглядывает. Дальше. Вот такой вот замечательный мужчина. Здесь уже моделька, ну, конечно, получше, честно признаться. Да, и анимации у них, ребята, если честно, ну, практически похожие. Да, то есть плюс-минус анимации будут одинаковые. Оп, опять так облокотился и сидит, смотрит, как там, что там. Вот такой дедушка у нас имеется. Как-то более-менее чертами лица на русского он уже похож. Вот в КамАЗ бы нам такого напарника посадить, да. Дальше второй, ой, еще один мужчина у нас идет, уже какой-то более-менее молодой. Но, опять же, повторюсь, анимации, как мы видим, у них все абсолютно одинаковые, зациклены по кругу. То есть ничего нового принципиально вы здесь не увидите. Мы сейчас просто рассматриваем на то, кого мы можем подсадить и, в принципе, как они выглядят. Это у нас братья-близнецы. Ну и, соответственно, пошли у нас уже девушки, женщины в различных одежах, с различными цветами кожи. Но лицо всегда неизменно остается таким, как его заложили вот один раз. Ну, да, хорошо. Окей, окей, окей. Я понял, да, хорошо. А, и то есть, получается, все женщины, они в одной единой позе такой сидят, нога на ногу. Откинулись они немножечко, да, и они не сидят вот в такой вот мужской позе, когда ноги чуть раздвинуты там. И она что-то, типа, там думает, придумывает. Ну, ладно, хорошо, хорошо, будем, ребята, это с вами иметь в виду. Давайте мы, наверное, что сделаем. Ну, раз уж, как я и сказал в начале видео, да, они, в принципе, там одинаково на все реагируют. То есть им все по барабану, им по большому счету все равно. Давайте возьмем этого мужчину и перейдем, я думаю, на улицу. Просто посмотреть, как он себя чувствует в салоне. Вот так вот он себя, ребята, в салоне чувствует. То есть сидит на сиденье уверенно. Может быть, слегка, наверное, вперед я бы его чуть-чуть подвинул. Либо ноги сами ему чуть-чуть вперед отодвинул, чтобы как-то более-менее все это реалистично, что ли, выглядело. Снаружи это смотрится вот так. Что-то он там лазит, целует, что-то там торпеду. То есть как-то чувствуется, да, что масштабность немножечко иная. Оп, выпрямился. То есть в салоне он, когда вниз наклоняется, он не достает еще до торпеды, да, практически. А снаружи он, ну, прям вот-вот уже практически. Сейчас он ее как будто бы поцелует. Ну, кстати, анимации засинхронены. То есть обратите внимание, в каком положении он находится здесь. В том же самом положении он находится снаружи. Вот это уже интересно. Ну, вот, в принципе, все, ребят. Опять же, повторюсь, на движение как-то каким-то образом он никак не реагирует. Вот его только единственная анимация, это вот те, которые ему здесь прописали. В общем-то, наверное, в принципе, ребята, и все. Как вам такой мод? Как вы думаете, имеет ли он вообще, в принципе, право на жизнь? Имеет ли он какой-либо смысл? Ну, мне кажется, если немножко поработать, действительно, добавить немного разнообразия. Может быть, чуть больше других лиц, чуть больше другой одежды. И будет это весьма-весьма интересно. Слегка так оживит кабину. И, типа, якобы-то попутчика взял, да, рпшку можно какую-то даже отыграть с этими анимированными напарниками. Ну, думаю, да, весьма-весьма интересно. Следующий этап это, наверное, кого-нибудь в спалку положить. Чтобы там напарник даже лежал, отдыхал, ворочался, типа, чем-нибудь таким занимался. Ну, это, конечно, все шутки. Все, ребят, на этом все. Вот такой вот обзор. Да, не трак, да, не прицеп. Почему бы нет? Увидел этот мод. Думаю, вам наверняка он будет весьма-весьма интересен. Ссылку на него я оставлю в описании, ребят. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok